Так, мы продолжаем сейчас, девочки, мы уже продолжаем дальше уроки на салфетках. Сейчас вот, знаете как, в жизни есть успешные люди, бизнес-люди, люди, которые много пользы приносят людям. Ихни советы очень ценные, и надо их слушать, и вы сэкономите много времени. Их можно, эти законы, использовать не только в сетевом маркетинге, но и в общей жизни. Так что, слушаем дальше. Секундочку. Ну, пожалуйста, Ольга. Я сейчас обращаюсь больше всего к коралловцам, чтобы немножко пересмотреть свои отношения к компании, к идее вообще в целом сетевого. Потому что сейчас я нарисую, и всё будет понятно. Я разноширю компанию, её возможности для себя, ну и соответственно результаты ваши резко изменятся. Наши ответы не зависит от нашей результата. Ничего нового для ночи пока не скажу, потому что об этом говорят все. Да. Просто всё равно будет что-то другое. Слушайте. У каждого существует производитель, который выпускает какую-то продукцию. Конечная цель – донести её до потребителей. В основном мы все ходим с вами в магазины, где покупаем по розничной цене, ну и платим в соответствующую сумму. Мы любим очень акции, любим скидки, любим распродажи. Правильно? И когда мы покупаем в этих магазинах, мы делаем товарооборот. Поскольку мы люди щедрые, в основном душевные, да, то есть мы своим друзьям зачастую за свой счёт, да, угощаем мы какими-то тортиками, сосисками. То есть неважно чем, легко рассказываем о каких-то услугах, да, когда нам что-то нравится. На вопрос, есть ли у тебя знакомый стоматолог, легко отзываемся, или там юрист, или ещё кто-то. То есть проблем нет? Соответственно, мы делаем что? Рекламу. И человек либо в магазин идёт, попробовав что-то, либо пользуется услугой. Неважно, он делает в конце концов товарооборот. То есть заметьте вот эту цепочку, запомните её, товарооборот, реклама, товарооборот. Всё. И в той жизни, как-то мы легко делаем, ни на что не претендуем, и не задумываемся, что магазинам вообще не интересует, где мы берём деньги. Сегодня, вот я вижу, как молодёжь, у меня старшие дети, что делают? Они приходят в магазины, что-то меряют, пробуют, списывают, да. Артикл какого-то продукта и заказывают в интернете. Правильно? Да. Соответственно, поскольку не платится аренда, продукт там дешевле. То есть, допустим, это я. Я взяла что-то в интернете, сделала товарооборот. Рассказала своей подружке, сделала рекламу. Та побежала, тоже заказала, а у них сделала товарооборот. Но опять, кто заработал? Магазин. Опять магазин. То есть, опять не я за то, что рассказали. Есть сетевая система, производитель. Ну, в частности, раз мы о Коралловом Клубе, Коралловый Клуб. И есть я. Я пришла, заключила договор с компанией и имею, покупаю уже по клубной цене со скидкой. Я рассказываю свои, делаю товарооборот, покупаю что-то. Рассказываю подружке, делаю рекламу. Подружка покупает не у меня, а у компании, тоже делает товарооборот. Кто зарабатывает? Опа, и компания, и я. Здесь я, конечно, магазин, но здесь я мимо, а здесь я уже могу заработать. Я дальше учу свою подружку. Если она делает то же самое, реклама, человек делает товарооборот, зарабатывает кто? Подружка и я. Потому что, ну, такая система. Правильно? Это уже интересно. Это первая часть. Да. А теперь смотрите. Коралловый Клуб. У нас есть четыре направления в компании. Здоровье. Здоровье очень большой такой отдел, где можно просто полечиться. Больные, пожалуйста. Что хочет человек, да? Полечиться можно. У нас есть здесь продукт. У нас есть сохранить здоровье, профилактика. У нас есть направление для детей. Правильно? Да. Для женщин. Отдельно, да, женское направление. Есть мужское. Есть спортивное питание. Можно построить для стройности. Какие у нас еще векторы? Косметика. Столько раз. Нет, я о здоровье. А, здоровье. Детокс у нас тема, да? Да. Пожалуйста. То есть огромный такой вектор. Но у нас еще есть красота, у нас еще есть чистота, у нас еще есть защита, то есть от электромагнитных излучений, да? А теперь смотрите. Люди, когда приходят, поскольку мы с вами мало здесь говорим о всей компании, обо всем продуктах, потому что больше мы смотрим под призмой здоровья на компаниях, поскольку мы мало говорим о том, что сетевой маркетинг – это альтернатива рознице. И направляя больше вектор внимания вот сюда, в сон и здоровье, мы, Коралловый клуб, становимся альтернативой, наверное, больше аптеки, медицинскому центру, правильно? Больницы, поликлиники. Но ведь на самом деле сетевой бы придуман как альтернатива розничной торговли. И поскольку у нас пока вектор не совсем верный, мы больше бегаем за больными и врачами. И сами пытаемся стать врачами. И это ошибка, потому что на сегодня товарооборот. Это значит понятие вот этого магазина. И надо рассматривать компанию как большой магазин, где я могу рассказывать обо всех возможностях и зарабатывать. Что происходит? Поскольку вектор внимания направлен сюда, и люди, соответственно, приходят и покупают, вкладывают свои деньги здесь. Тема красоты мало освещается у нас на сегодня, да? Поэтому они говорят, ой, дорого. И ходят туда. Чистоты. Ой, дорого. Тысячу рублей отдать за баночку порошка. Я лучше там куплю большой мешок за 500 рублей. Ну, какое качество вопрос? Второй вопрос. По что потратить? Поэтому они несут сюда. Это туда. Купила здесь. Зарабатывает кто? Где ты купила? Я. С вами. И вообще, люди. Развернуть поток денег. Все. Я принципиально покупаю здесь, здесь. Вот почему мы с тобой, Дзинтра, на днях записали? Педикюр. Потому что, когда я хожу делать педикюр туда, кто зарабатывает? Педикюр, кабинет. А когда я делаю педикюр своим продуктом, кто зарабатывает? Я сама. Я сама. Когда я мыла, покупаю там, кто зарабатывает? Магазин. А мы с тобой сняли ролик на днях, когда можно сделать из нашего средства своё мыло. Кто зарабатывает? Поэтому, вот это называется стопроцентное потребление. Когда я сама думаю, думаю и придумываю того, чего у меня нету, чтобы не поддерживать их, которые, понимаете, я несу деньги, поэтому он ездит на Мерседесе, а здесь я несу деньги, я езжу на Мерседесе. Вот что. И моя задача это понять, объяснить людям. Потому что, смотрите, компания, вот она, она 100% продукта потребляет. Когда я лидер, не принимаю это и беру только одну четвёртую, 25% возможностей, от 100% четверть, это сколько? Это 25%. Я веду людей. Правильно? Одна четвёртая. Ну вот, одна четвёртая возможность. Правильно? Одна четвёртая. Если я на одну четвёртую, от 25, это сколько уже будет? Шесть. Одна четвёртая, одна четвёртая от шести. Почти единица. Одна четвёртая. И что получается? Пирамида моих заработков падает. А я очень чувствую. Так вот, если я хочу 100%, значит, я обучаю стопроцентному потреблению. Я сама стопроцентный потребитель. Я учу этих людей быть стопроцентным. Эти, эти, эти. В итоге мой заработок растёт. Вот и всё. Вся идея. Вся идея. Так работают все сетевые компании. Они объясняют, что если ты хочешь быть успешным здесь, стань осознанным потребителем. Перестань поддерживать чужой бизнес. Профессионалы мыслят так. Если у тебя чего-то нет в моей компании, придумай, смешай, сделай. Мороженое. Например, из наших коктейлей Дель Делишес можно посмотреть, кроме коктейлей, и мороженое, и соусы, и выпечка, и блины, и конфеты. Посмотрите, много чего можно делать. Мы с тобой про жидкое средство записывали, сколько мы говорили, и пена для ванны, и шампунь для ванны, и можно зубную пасту сделать. И так далее. Я потом еще кучу роликов запишу, как можно смешивать нашу косметику. То есть у нас из, сколько там, порядка 20 номинований можно сделать 40. Когда ты смешиваешь, какие маски можно делать, кроме одной маски. Вы попробуйте смешать, пока теория, но потом просто даже снимем. Я сниму кого-нибудь, намажем, чтобы вы увидели это, как меняется лицо. Микробрайт с алоэ на лицо. Как маска, да? Да. Почистите микробрайт плюс алоэ, зубная паста. Почистите зубы, они становятся белыми на глазах. Просто это сделайте. Просто сделайте педикюр вот этот вот. Даже стиральным порошком. Это кажется, а это не стиральный порошок, и не отбельте, или это сода. Всего нас совершенно безопасно. Мы посидели, грибок не нарастает быстро. Просто надо это и делать. Почему? Потому что если мыслить стопроцентным, права вот этим стопроцентным потреблением, вам будет весело. Это интересно. Хочется мыслить, потому что начинается такое творчество. Там компании не снилось то, что можно это делать. Поэтому меня это очень вдохновляет. Поэтому идеи приходят сами, у меня не откуда. Какие-то маски придумываются, какие-то педикюры на ровном месте. Какое-то что-то там. Потому что одним порошком надоедает зубы чистить. Я здесь 15 лет. Одним шампунем надоедает волосы мыть. И так далее. То есть и требовать от компании не надо. Надо просто взять и смешать. Кстати, Дели Делише с потрясающей маской на лицо. Да, я слышала, что кто-то делал тоже. Что главное? И очень хорошо его смешать с алоэ гелем. Вообще откройте для себя алоэ гель. Это будут следующие ролики. Потому что какое у нас алоэ невероятное. И что может твориться? Оля, а где твои ролики? Какой звук теперь? Пока нет роликов. Не было ничего. Вот я пока так. Начала девиться. Спасибо Димитре. Она у меня начала вот так трясти. Потому что теперь так выгляжут, а губы не так накрашены. Все отлично выглядит. Спасибо большое за внимание. Так что купите для себя идею 100% потребления. Ваши чеки редко возрастут. Спасибо, что поделилась. Все остальные проверьте. Ну что, в общем, сейчас. Ну там много было лишнего. Пока.